Привет, ребят! Привет, мои хорошие! Тут как бы получилась такая ситуация, что мы не можем быть вместе. Как бы так, ну, как звезды сошлись, или как правильно сказать? Тихо, я раз сохраняю спокойствие. Ну, ничего страшного, как бы, я думаю, мы это переживем. Ну, просто подытожу. Дело в том, что у нас не совпали выходные, и как бы ну, Ира идет завтра на работу, я завтра буду дома. Исходя из этого, ну, нам приходится делить вот эти картофельные огрызки, объедки, потому что завтра надо чем-то питаться, Ире надо чем-то питаться, и нам надо ну, поделить, кому что. Короче, сейчас мы и покажем... Дежурка. Да. Короче, ну, будем делить вот эти, как не вещи, как правильно сказать? Мне мясо. Я так не играю. Короче, продукты питания. Сейчас мы и покажем, что кому достанется, что мы сделаем, в принципе, приготовим. Смотрите, короче, ребят, сами не знаем, что получится. Что-то получится. Поехали. Естественно, ребят, как и положено, но в хорошем, таком домолепном блюде не может обойтись это блюдо без мяса совсем никак. Поэтому мы... Мы делаем из того, что Бог послал, да? А Бог сегодня нам послал. Бог нам сегодня послал. Сейчас покажу, ребят. В принципе, не так все плохо, ребят. Это фарш? Да. Уже готов. Он какой-то жирный. Там что-то сало напухали, по-моему. Там вода сейчас. Да? Да. И варится картоха, ребят. Между прочим, он куринный. Ребят, короче, вы увидели. Дабы для блюда завтрашнего, мы делаем, варим картошку отдельно и отдельно прожариваем. Ну, уже предварительно имеющийся у нас фарш. Мы не показывали вот эти. Молония фарша. Меления. Перемалывания. Очистки картошки. Очистки картошки. Ну, это как бы понятно. Все это делали не раз. Это будет неинтересно. Просто варим картошку. Картошку жарим. Жарим фарш, ребят. Можно наоборот. Можно наоборот. Последовать. Жарим картошку, потом... Можно даже, ну как, единовременно. И покажем, что из этого получится. А получится вот. Супер-пупер блюдо. Покажем. Французское, наверное. Да. Шармонджи мунгал. С французским акцентом. Все будет четенько. Покажем, ребят. Картошечка наша сварилась, ребят. А мясцо пожарилось. А мясцо у нас пожарилось. Я смотрю, прям с корочкой поприхватывалось. Я так понимаю, ребят, сейчас мы сливаем картошку. Не картошку, а с картошки воду. И из этой картошки делаем пюрешку. Ну, такую густую, как на... Сейчас покажем, да. Сначала делаем пюрешку, но консистенцию мы покажем. Французское блюдо. Жри, что далее. Нет, это грузинское. Или как? Грузинское. Да, это грузинское. Это вот из кухни, из моей любимой мое блюдо. То есть, ну, как бы, это прям шедевр мой. А это жру, что могу. Да, или как? Если по-французски. Вот такое блюдо у меня завтра будет в гордом одиночестве. Буду, окропив это блюдо слезой, буду ковыряться вилкой, употреблять его в пищу, тосковать и есть. Как-то, Дир, ненарядно. У нас люди... Да я тоже, как бы, не очень нарядно. Ты прозевал этот момент. Я так понимаю, ребят, что у нас пюре будет делать комбайн. Да. Я такого еще не видел, конечно, но... очищу лить. Так. Да. Вот так. Капельку. Я там обзываю, устанавливаю, обзываю, и все нормально. И все нормально. Само отпадает. Да. Кто б знал, ребят, что так можно делать пюре. Я обычно взбивал толкушкой сначала, а потом миксером взбивал простым, ручным, чтобы как облачко было. А тут без толкушки сразу... О, молодец. Я молодец. Да, молодец. Новый хайлапак, как он там называется. Лайфхак? Да, вот этот, ребят. И теперь делички. Давай. А немного? Нет. В принципе, сделаем, как бы прошлое пюре, я так понимаю. Ну, как пюре, чтобы понимали рецепт. Гуще, чем пюре. Ну, смотри, яиц столько, сколько, например, но объема. Нет, нет. Больше яиц. Во сколько? В 2-3 раза. Ну, где-то на 2 килограмма картошки я 5 штук положу. Слышали, ребят? 2 килограмма картошки, 5 яиц. То есть, не совсем пюре, но просто похожая консистенция. Яиц у нас туда надо пиндюрить несколько больше. В 2-3 раза, я так понимаю. То есть, на вот эту мисочку 5 яиц хлопается. что, Барс, съежился, лужки прижал. С краю можешь лечь? Зачем? Какая консистенция, ребят, должна получиться, как я понимаю? Ну, такое... Микрооблачко. Микрооблачко в микрочашечке, чекак. Да. Облачковое пюре. Легким движением руки картошка превращается в пюре, ребят. Только вот это горячее, наверное. Ребят, фарш у нас тоже пожарен как бы не просто туда. Туда добавлены, ну, определенные специи, какие вам будет угодно. Но у нас там соли, соли и перец. Перец. Соль. Соль и перец. Перец и соль. Да. Перец. Короче, все простенько, ребят. Солим, перечим, едим. Теперь нам надо взять чудо-форму. Чудо-форму, да. А-а-а, и зеленый попугай. Попугай. Чуть-чуть мы вот окапнем. А фуле его пугать-то, да? Да. И бортики. Чтобы не прилипло, ребят, промазываем тщательно все. Я вот не знаю, как бы сам рецепт, ребят, но я уже начинаю догадываться, некоторые строят догадки, предположения, и, как ни странно, не оказываются верными ввиду того, что не впервой. Ну, не впервой. Я тут, я все угадаю. Картошка. Картошка. А что ты сразу, не? Не, не. Своя? Сразу нельзя. Вот так. Не, не. Вот так вот. Пышку делаем. Да, пышечку делаем. Так вот, в основу. Ребят, делаем... Не делаем, ребят. Делим. Делим нашу картошку на три части. Вот эту одну третью часть вымазываем вот этот как противень форму, делая это, типа, как бы пышку. Да. Сейчас покажем, что будет дальше, ребят. Подушечка. А-ля улюга не хусей. Будет все чуть-чуть как. Говорит, подушечка для мяса. Подушечка, как обувочка. Как обувочка. Что-то, по-моему, фарш маловато. Все сразу? Да. Жиганки у нас курили. Реал, не паха. Вот, который там продали. Нет, нет. Тут мы давно уже съели, зайчик. Мы его съели на первый раз еще. Зачем третий слой? А третьего слоя не будет. Ты говорила, на три части. Ну, как бы просто верхний слой будет чуть-чуть толще. Ой, ой, ой. Лапки вытянул. Пальцы расставил, да, Барс? И улыбается. Заболел, мальчик, да? Заболел? Сломали, Кальчик. Спей, Спей, Барсик. Спей, все, хорошо. Я думал, ребят, будет три пышки, как бы вот эти картофельные. Между ними будет мясо прослеживаться, прослаживаться, пролаживаться. Уже последний. Факт тот, что просто первая пышка у нас получилась тоньше. На три части делится мясо, а потом верхняя жирная пышка. И получается такой своеобразный пирог. Картофельно-мясной. Еще он будет доделываться. Сейчас покажем. С ума сойдешь. А то. Равномерно размазываем, выравниваем, чтобы было ровненько, классненько, четенько. И яичко. Сошь. Самая плавая. Где? Фуйня плавает какая-то. В яйце. Вот это? Да. Нет, это в самом яичке. Ну я же говорю. Нет, это не упало, Андрюш. Вынуть его, это детеныш. Детеныш? Наверное, Решкова. Ну не надо, ну детеныша. Просто так, смотри мне этот. Это чтобы внедрилось туда, я так понимаю. То есть какая-то фигня получается, ребят. Тщательно-притщательно разглаживали все, чтобы ни одной ямочки, дырочки не было. А потом вот так. Я. И залили все лицом. Ну, наверное, так надо. Бережи нарушил все. Не ожидал, честно говоря, вот этого хия. Духовка у нас нагретая. Сколько? 200 градусов. Ну минут, даже, наверное, 20, нет, 30. 200 градусов? 200 градусов, да. Да, примерно. Ну у каждого же там духовка. У всех 200 градусов. Разная. Не-не-не-не-не, ну как бы она же бывает печет по-разному. И браться надо аккуратно, картошка же горячая. Полехали. Замыкаю. Ребят, ждем приготовления нашего блюда. И потом покажем уже готовое блюдо. Вот. Извините за тавтологию. Смог. Ой, бляха. Вообще, жесть. Ну зачем? Ты живой? Ты живой? Ты живой? Вот так, бляха. Ты живой? Вот так, бляха. Куси, куси, бляха. Ждем, ребят, приготовления нашего блюда. Ожидаем шедевр. Что получится, пока не знаю. Вообще, капец. Посмотрим. Ребят, сейчас снимем промежуточную стадию. Уже говорят, там все приподнялось, приподнялась. Сейчас глянем. Яйцо встало, я так понимаю, а? Картошка все, видишь? Все. Ну, как бисквитик, ребят. Ну, похоже визуально. Да. Как бисквитик. Оно же как облачко. Ребята, это тортик-обманка. Подумают, что бисквитик вам подали, а вы хаяк ножом, а там мясо выскакивает. Огонь. Прямо воврот, да? Да. Такие пироги нам нравятся. Ну, посмотрим на вкусовые качества. По-моему, туда надо было больше мяса, меньше картошки. Ну, посмотрим. Иришка позвала, сказала, готово, достаем. Об кота не увейся. Главное, не споткнуться у кота. Тут, опять же, Каталяндия у нас, ребят. Поэтому надо аккуратно идти. Вот, а он уже прям выскочился с формы. Хотел. Хотел. Его так и хочется сахарной пудрой посыпать. Вот так. Раз. Раз. Сейчас мы еще приготовим, ребят, соус к данному блюду. Мы уже его приготовили. Мы его приготовили. Сметана или майонез? Сметана. Прямо сметана. Прямо сметана. Тут у нас живет сметана настоящая, не сметанный продукт. Там живет, там, 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 там. живет сейчас, завелся. Ребята, там живет у нас сметана настоящая, там у нас живет чеснок подавленный на чеснокодавку и перчик с солью. То есть такой своеобразный острый соус, который к мясу будет очень кстати. Темно, конечно, ребят, но это всегда возле компьютера подчиваю, но большей частью. Видите, youtube, все дела. Ничего, так прям огонь. Этот соус дает определенный изыск блюду. Чесночок, перчик, соль. Огонь. А ты иди, что? Сейчас Иришка еще расскажет о своих ощущениях. Рвется. Как птаха бьется в стекло, в камуру хочет, в эфир. Огонь, ребята, огонь. Вот это реальный огонь, и притом он еще не хотел, чтобы делали. Еще на самом деле, ну как бы просто готовится быстро. Ну, как такового, ну, миксер этот сбил пюре. Фарш можно купить, наверное, готовый. Блюдо мощное, большое, сочное, сытное, вкусное. Надо повторять, ребят. Пока, ребят, пока. А там не вошедшим. Ришку покажем. Где пока? Давай. А ты как говорил? Фу, ты издеваешься? Не, ну эти как и есть. Я говорю, ну ты сказал, фу, запеканка картофельная, фу-фу-фу, я такое не буду. Ты ел уже? Говори, да. Не ел я, сказал. Сказал уже? А я потом посмотрю, да, что ты сказал? Ну, конечно. Радости, наверное, про меня. Кушать. Не, ну я такое-то ела, ты же не ел. Ты же без соуса, который я придумал, че как? Солнышко, я тебя разочарую сейчас, но не ты его придумал. Давай я. Ладно. Так лучше. Ладно, ты. Вот. Только ты, мой родной. Все придумаешь. Самое лучшее всегда придумываешь только ты. Все. Я придумал. Ладно, ребят, это не столь значимо, это просто поняли, как делать, чтобы классно, пушисто получилось. Не важно, кто это преподнес. Можно просто со сметанкой, тоже очень вкусно. Илья говорит, можно просто со сметанкой, но делайте, ну советую, лучше делайте, как я со чесноком. Ну, кто любит чеснок, да? Да, остренькая штука. Все, ребят, пока. Счастья вам, здоровья, успехов. Всего только самого лучшего, наилучшего. И когда, если вы вот так досмотрели, вдруг озарило вас, что надо подписаться, не забудьте нажать колокольчик. Иначе не будут приходить оповещения, и вы не узнаете о новых наших видео. Фигня какая-то получится. Пока, ребят. Счастья вам. Лучше исходчиво. Эмоционируй. Эмоционируй. Субтитры сделал DimaTorzok